всем привет у нас сегодня воскресенье каникулы продолжаются поэтому нужно достаточно много готовить сейчас уже приступила к обеду мы позавтракали проснулись где-то 8 вот дети уже на улице играют я сейчас буду готовить макароны по-флотски но если это так можно назвать в общем макароны с фаршем вариация на тему подготовила уже аппарат для того чтобы делать фарш фарш это будет две утиные грудки то есть вчера из хребта я сварила галушки сегодня буду делать макароны по-флотски здесь еще начистила лука и морковки в общем вы понимаете что это не те макароны по-флотски когда только фарш лук и вермишель да будет фарш утиной макарошки и вот еще такой лук морковочку добавлю здесь у меня вчерашние обрезки мяса две грудки достану и порежу а из остальных там ножек и крылышек сделаю что-то на ужин такие вот утка достаточно большая была поэтому грудки вполне себе тоже огромные сейчас все это буду молоть лук буду в самом конце чтобы если он остался в мясорубке то его не жалко выбросить а мясо жалко все фарш готов я сразу все сполоснула и все отлично все чисто вот если сразу мясорубку сполоснуть то отлично все вылезла оттуда отмылась все сейчас вот это вот все на сковородку утиный фаршик лук и морковка и чесночок все обжарю добавлю немного сметанки немного томатной пасты и вот потом с макаронами смешаю все вместе я бы даже сразу сказала что это похоже на баланьеза больше да обжариваю фаршик все вместе посолила поперчила даже масло не добавляла потому что будки все таки и кожа была и жирок поэтому без масла здесь уже на большой огонь поставила воду на макароны здесь сварился у нас компотик и сухофрукты добавляла и замороженные вишенки в общем такой весь микс мне сейчас кстати нравится когда вот сухофрукты яблоки сушеные они такой прям приятный дают привкус именно со свежими ягодами в сочетании общем интересный вкус здесь вода на макароны здесь посуду которую я перебрала грязная посуда знаете которую посудомойка мне помоет вот сейчас вот мою пластиковые тарелки все отлично отмывается графины тоже засовываю в посудомойку на стаканчики крышечки само собой вот крышки мой вручную потому что они не мне не нравится как отмывает их посудомойка поэтому я мою их вручную и что еще но и здесь такое вот все что быстренько помыла тоже вручную ну и чайник соответственно тоже в посудомойку не засунешь доски тоже не засовываю и и не засовываю ножи не засовываю ну в общем не кладу ножи в посудомойку мне кажется они тупятся я уже говорила вот так что это все ждет мою посудомойку один заход она уже моет обед готовится сейчас еще хочу сделать салат с капустой в общем я превратила утины фарш в нечто такое с азиатским акцентом добавила кунжут добавила болгарский перец дети вполне себе его нормально едят я его обожаю везде и добавила еще соевый соус вот везде где я добавляю соевый соус мне кажется что оно такое настолько аппетитное становится в общем очень люблю вроде бы небольшой такой пикантный акцент но очень мне нравится и сейчас еще чуть-чуть чесночка добавлю не знаю что мне сержу не скажет за кунжут потому что он его терпеть не может но я совсем немножко есть что понравится мне кажется такую штуку можно с именно с лапшой с этой стеклянной с фунчозой делать просто дети и точно есть не будут поэтому делаю с макаронами вот это вот смесь уже все готово и и отставила сейчас жду пока закипит вода на макарошки сюда отправлю а пока хочу замешать кекс легкий называется вот такой вот у него рецепт я вместо изюма и орехов добавлю у меня есть цукаты вот из 200 грамм майонеза 3 яйца стакан сахара 2 стакана муки и немного соды погасить пол чайной ложки здесь в общем все смешать миксером и распределить по формочкам сейчас буду этим заниматься все тесто я вымешала миксер тут сам взбивал пока и муку села ходила на улицу вот и макарошки уже тоже довариваются сейчас осталось вмешать но это я уже сделаю лопаткой цукатики и все разложу в форму сейчас я покажу такая вот у меня форма ей помню только один раз пользовалась это языке и сейчас ставлю сюда бумажные общем капсулки эти и буду раскладывать уже тесто кексики готовы пока я разговаривала с роднёй они уже испеклись в 25 минут по одной столовой ложке и вот сюда вот добавляла где вылезла здесь значит больше чем столовая ложка вот и сейчас будем их доставать такие пухляши получились сейчас достану и еще одну партию то есть вот 12 еще вот тесто осталось сейчас я вот тоже разложу и еще на 25 минут отправлю в духовку сейчас посмотрим сколько будет штук ау горячущие вот получилось еще пять фиксиков получается что с одного замеса 17 штук но может быть 18 если уж прям совсем там подчистую выбрать всю эту было бы наверно да 18 если бы я вот сюда вот куда-то много через чернина взяла тесто поэтому вот сейчас еще пять штучек испечется 25 минут ставлю и все все я накрыла нам обед сейчас пойду звать мальчишек слушайте куча поздравлений то с днем единства то еще в этих группах ватсапе вообще шлют по поводу и без повода эти поздравления и я называю это засирание ватсапом не телефона вернее иду звать мальчишек сейчас только их найти надо не знаю где они а вы чё так все на своем транспорте афоня на велике так не особенно как всегда как все да да ты наверно стареешь тебе все в мужа начинать не надо не в мужа же ну муж сделал это мне не нравится муж сказал а в общем мужу что хочу поехать на велосипеде покататься для того чтобы поехать на велике нужно сначала его починить не знаю что сейчас он придумает и поеду или я на велике но посмотрим жду 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 чем не было печали не папу привлекли еще а а а а а а а а от цепь от бензопилы сюда не подойдет стоит мой велик мы все-таки поедем на великах сержу не с папой вон не починили так что поехали сынок все отлично мы уже на стадионе приехали с антохой ну как тебе антох понравилось до смотрим на заказ красиво вообще что у нас тут происходит а зачем это папа рисует тебе полицейскую машину ты так захотел да а зачем тебе эта полицейская машина да ты бедный несчастный нет ну расскажи что это письмо деду морозу ну расскажи что ты хочешь на новый год на пульте да и ты теперь рисуешь не в ту сторону сегодня же оказывается праздник день народного единства вот мы его отмечаем роллами сварили рис по рецепту вот есть канал на ютубе школа сушиста называется мы вот уже не первый раз варим по этому рецепту когда там рис нужно потом когда он поварится 15 минут накрывать полотенцем и сверху опять крышкой в общем очень крутой рис получается из обычного даже краснодарского но хоть и здесь у нас прям типа для роллов да как он там называется сенсой да или какой-то фирмы вот и там специальную заливку из уксуса из сахара сделать в общем в этом рецепте вся громовка указана вот школа сушиста называется купили вот этот морскую капусту но речи листы это у нас что такое кита красная рыбка огурчики еще крабовые палочки и самое главное а где уже сыр а вот же сыр да не сыр в этот раз 2 до в прошлый раз одну брали пачку ну в общем одной нам маловато и обычно на пол килограмма риса готовим в этот раз собрали вес и рис который был в доме вот 400 грамм получилось с рисом как-то у нас в этом году и в этот раз вернее в этом году в этот раз за пара ну ничего страшного все получилось вот тому как надо он зернышками но при этом склеенный вот мы наделали у нас получилось две досточки одна досточка еще одна досточка все картошка фризой к нам не привезли нам только роллы привезли сейчас уже ж будем все вместе серый вот и Тихо! Тихо!